Они с нетерпением ждали, когда же наконец закончится учеба и трудные экзамены. Но оказалось, что расставаться с любимой школой совсем не хочется. Для Нямху ученика 11-го А-класса вручение аттестата не просто праздник. Это начало новой взрослой жизни, которая точно будет связана с Россией и дальше. Ведь с аттестатом, где всего одна четверка и грамот из успехи в математике, он уже получил право на бесплатное обучение в России. Университет еще не выбран, но направление определено уже давно – экономика. Сегодня у нас такой особенный день, который мы получаем аттестаты. Я бы хотел поблагодарить всех учителей, директора, заучи, что помогали нам учиться и спасибо за все, что они делали. В этом году школа номер 14 при посольстве Российской Федерации в Монголии выпускает два класса – 43 ученика. Каждый из них после сдачи единого государственного экзамена сегодня получил аттестат о полном среднем образовании российского образца. Многие из учеников показали отличные результаты. Средний балл такой же, как и в России, а по русскому языку даже выше. Одна из выпускниц набрала 95 баллов по русскому языку. И очень приятно, что таких успехов в учебе достигают монгольские ученики. Ведь даже единственная золотая медаль в этом году именно у них. Сегодня у нас традиционный праздник, праздник выдачи аттестатов о среднем полном общем образовании для наших выпускников. Выпускников средней общепрознательной школы при посольстве России в Монголии. Сегодня у нас 43 молодых человека, юноши и девушки, выходят в жизнь, в самостоятельную жизнь. Для них открываются различные дороги, различные пути. И они будут учиться во всех странах, где захотят. И наш уровень образования, я думаю, позволит им сделать это. Хочется пожелать им всего самого наилучшего, успеха в этой жизни. И чтобы они всегда помнили ту школу, которую закончили, и возвращали их с ним. Удачи выпускникам. Многие из выпускников продолжат обучение в российских вузах. Конечно, часть ребят останется в Монголии, а кто-то уедет в Европу и другие заграничные страны. Теперь для них открыт весь мир. И главная задача – использовать полученные знания и приумножить их. Ведь недаром считается, что образование по российским стандартам – одно из лучших в мире. Я так думаю, что российское образование по-прежнему является, наверное, одним из лучших. И мы этим гордимся. Я так думаю, те знания, которые они получили в этой школе, они им пригодятся. И они получили здесь не только знания, не только образование, но и какое-то отношение к жизни, отношение к любовь. У них теперь две родины, как я сказал в своем выступлении – Россия и Монголия. Они в этом плане счастливы. Это уникальный случай. Я думаю, что все у ребят служится нормально. Многие из тех, кто закончил школу номер 14, сегодня занимают руководящие посты и должности. Педагоги уверены, каждый из сегодняшних учеников в будущем будет также трудиться на благо российско-монгольских отношений. Светлана Шантагарова и Белик Айс Монголия.